Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Всех рада видеть! Если вы следите за моим инстаграмом и подписаны на мой инстаграм, то вы, может быть, знаете, что мы решили взять собаку. И где-то три недели назад мы забронировали щенка. Так вот, в последние выходные мы ездили в другой город, где-то в трех часах езды от Сиднея, для того, чтобы забрать нашего щенка. Но мы его не забрали. Почему мы не забрали щенка, а также о том, на что важно обращать внимание, когда вы выбираете заводчика, обо всем этом в сегодняшнем видео. Итак, сейчас расскажу обо всем по порядку. Мы решили взять щенка породы Кавудл. Я лично узнала об этой собаке только, когда я переехала в Австралию, потому что здесь она просто супер популярная. Здесь очень у многих людей эти собаки, у наших соседей и вообще в нашем здании у нескольких людей эти собаки. И они, правда, такие дружелюбные, такие милые. Нам они, в общем, очень нравятся. Но, наверняка, они есть и в других странах. Это порода, это смесь. Это смесь пуделя, той пуделя или миниатюрного пуделя. И кинг-кавальер спаниель. Мы долго-долго думали, мы долго-долго не могли решиться на то, чтобы взять собаку. И тут мы решились. И, конечно же, нам захотелось поскорее эту собаку получить, взять. Я начала искать в интернете, на разных объявлениях, на разных сайтах. Оказалось, что собак этих практически нет. То есть нужно, например, я находила какие-то сайты, где вот у нас есть вот эти собачки, вот эти щенки. Они все распроданы. Бронируйте там, заказывайте через год, через полтора, например, может быть, у вас будет щенок. Так как мне, конечно, очень хотелось собаку побыстрее. И я не собачник. У меня вообще никогда в жизни не было собаки. Мне даже в голову не приходило, как бы, что какой-то может быть подвох, в принципе, вот в поиске собаки. То есть я смотрела, смотрела разные объявления. И нашла объявление одной женщины, которая сказала, пишет, писала, что у нее есть щенки, вот как раз вот сейчас, можно их купить. Я написала этой женщине. Она мне сказала, что, ой, у меня сейчас щенков нет, но вот есть вот у этого джентльмена, она его назвала. И дала мне его номер телефона. Мы с ним списались. Он мне прислал фотографии всех щенков, которые у него есть. Присылал мне фотографии родителей этих щенков. Я посмотрела, что такие хорошие, ухоженные собачки. Вроде бы все хорошо. И мы его забронировали. Внесли депозит в 500 долларов. Потом я сказала об этом своим подругам здесь, Сигней. И одна из них мне сказала, что, Нина, будь аккуратней, вообще, ну, чтобы это не была щенячья ферма. Я, в принципе, особенно никогда не знала о том, что есть щенячья ферма вообще и что это такое. Но тут я посмотрела на фотографии все, да, хорошо. То, что видно, что это в своем доме. Они там лежат на пледиках, да, там на кроватках его родители. Они такие, выглядят такими ухоженными, хорошими. Ну, я подумала, что нет, это точно не щенячья ферма. Тем более, вот как я нашла, да, там, мне посоветовала, там, другая женщина. Я подумала, что нет, ну, это не может быть щенячья ферма. Это точно нормально здесь все. Но я ошибалась. И сейчас я расскажу, почему. Я очень надеюсь, что это будет полезно кому-то, кто ищет собаку. Кому-то, кто так же, как и я, в принципе, не знает вообще вот этих тонкостях. Не имел опыта. Не смотрел видео, там, о щенячьих фермах. И просто не знает, что такое щенячья ферма. И мы решили поехать, значит, посмотреть на собаку. Я пишу, значит, этому так называемому заводчику. Говорю, так и так, мы хотим приехать вот в эти выходные. Он говорит, в эти выходные нельзя, потому что пока я не сделаю все вакцинации всем щенкам, я не разрешаю на них смотреть. Мы подумали, ну да, справедливо, окей. Пишу ему на следующей неделе, ну что, вы сделали вакцинацию, мы можем приехать посмотреть нашего щенка. Он говорит, он подумал, подумал и говорит, в принципе, вы же так далеко живете, я не хочу, чтобы вы там ездили несколько раз, приезжайте сразу и забирайте собаку. И я начала считать, так, на этот момент, на те выходные, когда он нам предлагал, мы хотели просто приехать посмотреть, а он нам предлагал уже забрать сразу щенка. Щенку было всего 6 недель. Опять же, я не очень хорошо знаю, как бы не знакома с собаками, у меня никогда не было собаки. Я начала смотреть в интернете, читать, да, разные статьи вообще там, про то, что у собачек есть тоже вот, ну как бы вот это вот отлучение от матери, да, и что до 8 недель собак забирать нельзя. Я нашла, по-моему, одну или две статьи, что с 7 недель вроде бы еще можно, но с 6 недель это вообще очень-очень рано, и у собачки будет точно такая психологическая травма. И вот тут, ну, в принципе, у меня закралось, на самом деле, такое первое серьезное сомнение, потому что, ну, если это заводчик, да, чьи собаки, чьи щенки, ну, если это такой порядочный заводчик, значит, он, ну, логично, что он должен заботиться о щенках, и он должен переживать о том, чтобы эти щенки не страдали, да, чтобы все у них было хорошо. Ну, окей, мы договорились, что, окей, мы не будем забирать его в 6 недель, мы приедем, сразу же его и заберем. И все, мы договорились, вот это были прошлые выходные, мы договорились, что мы приезжаем и его забираем. Накануне, вечером, накануне того дня, когда мы договорились, что мы забираем щенка, я пишу ему сообщение, говорю, пришлите мне ваш адрес, чтобы мы подъехали. На что он мне отвечает, в какое время вы примерно планируете, мне нужно подъехать вот в этот город, вот в этот город, в котором он сказал, что он живет. Я говорю, в такое-то, такое-то время. Он такой, окей. И тут у нас уже начались опять такие сомнения, как бы, ну, он так написал, понимаете, типа, я вас встречу вот в этом городе. Один из вариантов был, ну, может быть, он там откуда-то едет, или, например, его место сложно найти, поэтому он нас решил встретить, и мы вместе поедем, да, к нему там домой. Ну, и что случилось в итоге? В итоге мы приезжаем, и уже утром он мне тоже пишет такой, я опаздываю на 15 минут. Я говорю, да ладно, говорю, может быть, вы мне, ну, я уже так вот обдумала немножко это все, у меня, конечно, были переживания всю ночь накануне. Я ему говорю, да ладно, говорю, давайте мы типа сразу подъедем в ваше место, потому что мы в любом случае хотим посмотреть на родителей щенка. А это очень важно, но это тоже я вычитала, да, что обязательно нужно посмотреть, если вы берете щенка на родителей, на то, как они содержатся, в хороших ли условиях, как они вообще живут. Это смешанная, да, порода. То есть он мне прислал фотографии, как бы все, с фотографиями я была довольна, но тем не менее я хочу еще увидеть вживую родителей, понять, что это его собаки, что все в порядке. Ну, а что он мне говорит? Нет, вы знаете, я типа сегодня сейчас вот приехала в этот город, место, где я живу, находится в 40 километрах отсюда, и я типа буду сейчас в этом городе до вечера, и я типа не смогу поехать туда. Я говорю, ну окей. Я говорю, давайте тогда так, мы не будем сейчас брать собаку, мы через неделю вернемся и приедем уже в ваше место, когда вам удобно, когда вы будете дома. Мы приедем, мы хотим посмотреть на родителей щенка, посмотреть, как они живут, как все, что все хорошо. И мы тогда собаку заберем. И он начал говорить, что там у меня собачки находятся на ферме, на ферме мой босс, мой босс мне не разрешает никого приводить, никому показывать собачек, потому что коронавирус. И знаете, началась какая-то такая несвязная речь, честно. Более того, значит, собачку он привел, что я знаю, и как я его спрашивала тоже, что вы нам отдадите собачку, там, щенка с пледиком от мамы, да, там, с чем-то, с запахом мамы, чтобы он не переживал, чтобы снизить вот как-то его вот этот стресс, от того, что его отлучили от мамы. Он приносит щенка просто, выносит его из машины, ставит его просто на траву, он просто вообще без ничего, то есть он его даже вез в машине, он его просто вез на сиденье. Никаких там кроваток, никаких, ничего. Он ставит его на траву, и щенок бедный, знаете, честно, это, конечно, было жалкое просто зрелище, потому что он начал вот так вот бегать просто, бегать, он начал скулить ужасно, и я говорю, а что с ним, что такое? Он говорит, ну, его отлучили от мамы, вот он скучает. Я говорю, ну, как бы, нет, ну, это понятно, конечно, что да, наверное, он действительно скучает, но мне показалось, что было у него слишком такое нервозное поведение, потом он его берет на руки, знаете, и вот эта собака так на меня поворачивается, смотрит в мои глаза, и в этом взгляде, знаете, было все, от страха до тревожности, до нервозности, которая чувствовалась, и даже какая-то злость. То есть вот это вот ощущение, оно было очень такое неприятное, и, ну, конечно, ключевое было то, что... И, честно говоря, знаете, собака была немножечко нечистая. Вот это вот все. И, ну, самое, конечно, главное, из-за чего мы сразу поняли, что мы не будем брать собаку, то что он нам отказался наотрез показывать родителей. Это, ну, супер просто странно. То есть что бы он нам не показал, он нам в документах, да, что бы он ни говорил, мы должны увидеть родителей, родителей собаки. Он нам этого не разрешил сделать. Мы отказались. Депозит нам, конечно, он никакой не вернул. Он сказал, депозит, все. И мы поехали домой. Конечно, я очень расстроилась. Но, знаете, потом я начала смотреть разные видео про собачьи фермы, читать и поняла, что это вообще ужасная просто беда. Существует очень много собачьих ферм, на которых собачек бедных. Их держат просто в отвратительных условиях. Их не выпускают гулять, их никак не социализируют, да. То есть собаки растут, развиваются с ненавистью к людям, которые заставляют их только страдать. Вот эти собаки-мамы, самки, да, которые дают потомство, они бесконечно рожают, бесконечно просто. То есть не так, как это должно быть, там, раз в год или раз в какой-то период времени. То есть вот сейчас мы уже начали искать нормального заводчика, да. Я смотрю, то есть листы ожидания от 6 месяцев до 2 лет. Потому что, естественно, они точно даже и не знают, когда у них будет следующее потомство. Они не мучают собаку, их не заставляют рожать, да. Собака рожает нормально в естественных условиях. И, конечно, да, вот эти собачьи фермы, ну, первое, да, почему просто я не знала, что это такой масштаб вообще этой проблемы. Я не знала, что вообще так делают люди на этом деньги. То есть они, собственно говоря, просто берут в плен собак, они их мучают, они их заставляют бесконечно плодиться, и чтобы потом заработать просто на этом деньги, и все. Мне бы, конечно, во-первых, почему я сейчас записываю это видео, потому что я хочу таких же, вот, как я, которые не очень знают этой темы, да, и, ну, кто хочет, например, собачку, чтобы люди знали просто об этом, что есть такие собачьи фермы, и никогда нельзя брать собак у этих заводчиков на этих фермах. Первое, да, что посмотрите видео в интернете, много видео про то, как мучают собак, там, это ужасно. Во-первых, просто не хочется поддерживать этот бизнес, да. У меня, знаете, на мгновение была такая мысль, что, ну, наверное, если я сейчас тут, например, этого щеночка заберу, я хотя бы его спасу. Но правда в том, что спасти одного щеночка – это ничто, это целая ферма, на которой много-много собак. Поэтому для того, чтобы прекратить просто этот нелегальный бизнес, нелегальное такое вообще мучение над животными, издевательство над животными, нужно просто никогда не покупать собаки, собак у таких вот ферм. Потом я, знаете, начала смотреть видео, и были разные расследования. Здесь, в Австралии, в том числе, прикрывали такие вот фермы. И как они говорят, что все собаки, которые находятся в магазинах, вот, где продаются в магазинах собашечки, кошечки, и я была уверена раньше, например, что если ты придешь в магазин и купишь собаку или кошку, то у меня бы вообще в жизни не закралось сомнение, что это может быть какой-то криминал, может быть, за этим. А они сказали, вот они сделали это расследование, они закрыли эту ферму одну нашли, это было в штате Виктория. И они как раз нашли тот магазин, куда они постоянно поставляли этих щенков. И они говорят, что все магазины, в основном, они как раз берут щенков с этих ферм. Поэтому в магазинах тоже не нужно покупать животных. Там может быть такая же история, и также могут быть эти собаки вот с этих собачьих ферм. Ну, а теперь вот о том, почему помимо моральной стороны вопроса, да, что это просто отвратительно, что такой бизнес вообще существует, что люди просто используют собак, как будто это что-то неживое, просто как воспроизведение потомства. Ну, это такая моральная, да, сторона вопроса. Допустим, кому-то все равно на это, и кому-то наплевать. Но есть еще и другая сторона вопроса, на которую, я думаю, никому не будет наплевать. И ее я хочу сейчас тоже как бы осветить, раскрыть, и надеюсь, что мне вообще хотелось бы, я вот думаю об этом вот эти два дня, что если бы все бы люди знали об этом, если бы об этом говорили бы по телевизору, да, об этом бы постоянно говорила общественность, и все бы люди об этом знали, возможно бы люди все-таки не покупали собак на собачьих ферм. И как бы вот этот бизнес просто не из-за того, чтобы прекратил свое существование, не из-за того, чтобы там всех посадили в тюрьму, а из-за того, чтобы просто спрос пропал, и все. И этот бизнес бы просто никому не был бы интересен. Это было бы, конечно, идеально. Ну, так вот, какие еще риски есть, да, у этого щенка? Ну, во-первых, если самка, да, собака постоянно рожает, не отдыхает, то возможно, что у этой самки просто уже потомство будет не такое хорошее, будет болеть, будут физически слабые щенки, они просто будут болеть. То есть вы купите щенка, заплатите за него еще много денег, а потом будете только и бегать к ветеринару, только и лечить его, да. Конечно, никто этого не хочет, потому что, ну, есть естественный процесс, есть естественная периодичность, в которой там самки должны рожать. Если это делать постоянно, то велика вероятность, что будут физические проблемы у щенков. Ну, и то же самое, что их содержат в плохих условиях, да, их, может быть, плохо кормят. Это тоже все может отразиться потом на их физическом состоянии. То есть физическое состояние, ну, и еще ментальное состояние собаки, да, психологическое. То есть собачка рождается первые два месяца, она должна, ей должен человек показать, что такое любовь, что такое семья, что такое дружба. Она должна научиться, да, доверять человеку, что вот тоже задача заводчика, научить собачку любить людей и понимать, что люди это безопасно, что люди это ее друзья, и собака это член семьи. Естественно, на таких фермах никто этим заниматься не будет. И в результате что получается? Что собака боится людей, собака ненавидит людей, собака не знает, что такое любовь. И вот я уже посмотрела видео после этого всего, да, на ютубе. Один мужчина, он взял такую собаку, я вот уже не помню, как она ему досталась, но вот эта собака у него уже три месяца, и за эти три месяца она только перестала его кусать. То есть он человек, занимающийся собаками, он понимает, как его воспитывать. У него там есть и другая собака, он уже такой опытный. И вот он ее воспитывал, приучал, да, пытался научить собаку, что такое любовь, и что можно доверять людям, что мы должны быть друзьями. Он пытался собаку этому научить. И вот только спустя три месяца, чего он добился, что она просто хотя бы кусать его перестала. Он говорит, что она его кусала по любому поводу просто, постоянно. Ну, то есть вы понимаете, да, что это тоже такой вопрос. Конечно, вот я посмотрела, в Австралии есть организация, которая занимается тем, что находит таких нарушителей, которые мучают собак. И их даже, если там докажут, что они действительно мучают собак, их даже могут в итоге посадить в тюрьму, может быть, уголовное дело. И вот эта организация этим занимается. Когда они этих собачек находят, да, у них потом получается приют. Они этих собачек как-то пытаются восстановить, в том числе и в таком моральном, психологическом плане. Но если, да, вот, например, человек такой, как я, простой, возьмет такую собаку, который, в принципе, не очень хорошо знает, как правильно воспитывать собаку, как тренировать собаку, да, у которого нет в этом опыта, наверное, если бы вот я бы взяла бы эту собаку, да, я, знаете, благодарна, что получилось так, что мы узнали об этом, да, на моменте, когда мы смотрели эту собаку, что мы ее все-таки не взяли. Потому что если бы взяли, то, ну, я не знаю, как бы, что было бы дальше, что бы мы делали, как бы мы воспитывали собаку, не понимая, что с ней происходит, почему она, допустим, там кусается, кидается на нас, почему она так себя ведет. Мы бы, конечно, бы, наверное, позже, может быть, у ветеринара, мы бы распознали, что, наверное, собака с щенячей фермы. Но что бы мы с этим делали, не имея опыта, не имея каких-то специальных знаний, я, честно говоря, себе представить не могу. Я вот сейчас читаю много литературы, да, много видео смотрю о том, как распознать, что это не щенячья ферма. Ну, во-первых, конечно же, вам должны показать родителей. Потом вот мы здесь находим сейчас заводчиков, знаете, они даже пишут, например, что если вы возьмете собаку, но по каким-то причинам вы с ней не сможете, да, ужиться, вы можете вернуть нам эту собаку? Потому что они волнуются о будущем этой собаки, что если вы, например, по какой-то причине не смогли ужиться с собакой, вы можете ее вернуть. Более того, они расспрашивают, какая у вас там квартира, у вас дом, есть ли у вас кто-то, кто сидит дома, да, то есть они спрашивают, есть ли вот кто-то, кто будет проводить время с собакой, не будет ли она постоянно одна. Нормальные заводчики, добросовестные, они переживают обо всем, что будет с собакой в будущем. И я думаю, что это можно распознать на уровне поиска собаки. Наш поиск продолжается, мы все еще ищем нашего ковудала, нашу собаку. Если вдруг кто-то знает каких-то хороших заводчиков в Сидне или вот в нашем штате, пожалуйста, напишите в комментариях. В любом случае, когда мы возьмем собаку, вы об этом точно узнаете, 100% будет видео. Надеюсь, что в следующий раз у нас уже все будет хорошо, в любом случае, мы очень ответственно теперь к этому подойдем. И как только возьмем собаку, как только какие-то у меня появятся новости на этот счет, я обязательно запишу еще одно видео. Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Я очень надеюсь и верю, что оно было кому-то полезно. И если оно было кому-то полезным, то наши 500 долларов, которые мы потеряли на депозите, они точно были потеряны не зря.